От плавания до волейбола. В Сузуне в ближайшие годы появится крупный спортивный центр, где будут готовить чемпионов. Глава региона Андрей Травников и депутат областного парламента побывали в поселке и обсудили планы развития. Какие вопросы решали за тарелкой пельменей на Никольской ярмарке, расскажут мои коллеги. Новый спортивно-оздоровительный комплекс вскоре распахнет свои двери в Сузуне. Объект станет частью олимпийской мини-деревни. На сегодняшний день Сузун уникальное место, где могут заниматься видами спорта, любыми видами спорта, будь то плавание и вот тот многофункциональный спортивный зал, который мы сейчас открываем уже в конце года. Там могут заниматься и баскетболисты, и вольболисты, и боксеры. То есть вот такая мини-сельская олимпийская площадка сегодня будет готова в Сузунском районе. Есть возможность готовить будущих чемпионов и в местной школе-интернате. Ее трансформируют в школу олимпийского резерва, и она также станет одним из объектов спортивной деревни. Этот проект найдет свое воплощение в ближайшее время. И в принципе уже прозвучало, что мы при изменении бюджета в конце первого квартала, наверное, уже определенная сумма на содержание этих спортивных классов, я думаю, что будет. Так что люди – это основное богатство Сузунского района, не только в спорте, это во всем. Также мы пообсуждали некоторые перспективные задачи, в частности, в продолжении реконструкции стадиона. Это уже задача 2020 года. Сейчас находимся на лыжной базе. При создании специализированных классов обязательно нужно будет укреплять материальную базу. Это спортивная детско-юношеская школа, и это мы сделаем. Поддержка областных властей гарантирована и в решении других стратегически важных задач. Власти инвестируют в строительство нового хирургического корпуса в местной райбольнице. На эти цели выделят 50 миллионов рублей. Первые лица региона в рамках визитов Сузун посетили и знаменитую Никольскую ярмарку. В этом году она празднует юбилей. Свою продукцию на ней продемонстрировали 130 предприятий из Новосибирской области и соседнего Алтайского края. Пройти мимо не смогли и гости из областного центра. Вот и пельмени, приготовленные по старинному сузунскому рецепту, чиновникам понравились. Анатолий Харитонов, Евгения Емельянова, Светлана Соколова. Новости ОТС.